Кришна мог так сделать, да Кришна все может сделать, не хотел просто Индра. Кришна нас всех может сделать чистым преданным прямо сейчас, мы сейчас все друг друга полюбим, обнимемся и в духовный мир. Но любовь никогда не навязывают, любовь никогда никому, никого-никого не обращает. Любовь, говорится, тихо и смиренно ждет, когда ее выберут. Запомните это навсегда. В этом отличие любви от всего остального. В этом отличие любви от похоти. Что любовь всегда смиренно ждет, когда ее выберут. И никогда не лезет никому, никогда не пытается никого обращать в себя, и никогда силой не пытается никого заставить выбирать себя. Или какими-то политикой, интригами, дипломатией, хитростями. Она смиренна. Только не смиренный человек хитрит, все такое, пятое-десятое. Обращает ее. Потому что смиренная личность, это означает, что смирение признаки любви, наличие любви в человеке. Поэтому человек смиренен. Как есть история про одного Вайшнава. Он жил неподалеку от богатого дома, купца одного Вайши. И была у купца очень красивая дочь. Очень красивая. И Вайшнав был такой. Ну, сидел там Баджин Кутирево, в своем шалаше что-то там, бубнил мантру, глаза закатывал. Книг начитался, видимо. Ну, в чем смирение-то его появилось? Дочь этого купца забеременела. Без мужа. Ну, в те времена, сами понимаете, что такое было. Ёлки, это уж стало видно. Пока не видно, купец как-то еще так. Ее бил просто тихонько дома. Ну, а у ней пузо-то росло, уже так стали другие видеть. Все такое. И позор же, никто не возьмет. А для отца-то в ведические времена выдать дочь замуж, это же что? Самый благочестивый поступок в мирской религиозности, это самый благочестивый поступок. Выдать замуж дочь. Какой? Целомудренной. Это рай, сто процентов рай, даже если отец грешил. Если ему удается свою дочь оставить целомудренной, ему райская планета обеспечена. Вот как ценится целомудрая женщина. И он, ааа. Ну, а он же был ваще, сами понимаете. Ну, кто знает, тот понимает. И он, естественно, давай ее там бить смертным боем, так сказать, и то-се, и там орать, да че. Кто он, кто? Ну, он думает, что можно выкрутиться как, узнать кто и на щелком поженить, так ведь? Тогда уж все, фу, грех, была целомудрена, все. Это называется брак пешачи. Когда забеременела, потом делать церемонии. Пешачи черти, значит. Чертов брак. И она не знала, что делать. И она боялась, что его будут бить. И она знала, что там живет этот Вайшнафта Садхова. А тут уже такой старенький достаточно был уже, там, 93-го года, наверное. У него уже стоечки погнутые были, там, все это. Бринчало все, так, кстати. Но жрал он мало, очень экономичный был. Ну, и она, возьми, ну, не знал, как выкрутиться. Думаю, сейчас скажу про это, и отец успокоится. Ну, мол, Садху, там, все. И она говорит, да и ты вот так, вот-вот, он меня соблазнил. Но тот, естественно, этого не делал. Тот сидит там, повторяет. И он, я, прибежал. И как, давай орать на него. Свет, там, туси. Да, да, там, тебя. Кто ты такой, елки-палки. И так далее. И он вообще такой орал, 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 орал. И говорит, вот ее привел. Вот тебе, понял, ты это сделал, бери. Он сюда поставил. Говорит, ну, надо же. И она стала жить с ним. Ребенок родился. Ну, это все, все. Люди перестали судачить. Ну, все. Ну, думают, наверное, любовь была просто. Ну, вот был постарше возрастом, она помладше. Ну, что он, так сказать, у нее ничего нету. Отец все равно ничего не дал. Они живут, ну, наверное, любовь, наверное, боялся признаться. Она боялась. Все, люди все поняли. Люди такие всегда все поймут. Правильно. И все, и думают, эх, вайшнаф, вайшнаф, так сказать. Что-то он, так сказать, сорвался, видимо. Четкий проваливший у него. Ветилога кривая у него там. И каждый раз, когда она на него смотрела, ей так стыдно было. Потому что все люди его теперь критиковали. Никто его серьезно не принимал. Ну, сказать, да повторялся. Сам-то, вон, куда, к богатым попер, да, там, так сказать. Надул девушку, так сказать. В смысле, облабошил. Ну, я взял. Это было надувательство полное. Даже по девушке было видно. И девушке-то было стыдно, что она его подставила. И она видела. Ну, а поскольку отец успокоился, утихло, все это как-то. А ее совесть-то мучила. И она пришла к отцу. Говорит, да я такая дура, такая свинья. Говорит, на самом-то деле, это же не он. И сказала правду. Кто? И отец, елки, да какие же оскорбления. Такое совершил. И он прибежал. Прости меня, упал, там, плакал. Там, что-то надавало. Еще ребенка, прости, это. И он посмотрел на него, сказал. Ну, надо же. Вот и все. С самого начала он сказал, когда его оскорбляли. Ну, надо же. И когда все это извинялись. Он такой, ну, надо же. Думаю, вот дают. Вот это да, он думал. Ну, он каким был таким основным.